Равин Шнайдер Я искренне верю, что сегодня вы получите от Бога что-то важное, если будете открыты к тому, чтобы услышать Его и познавать Его. Бог такой великий. Он говорит и дает нам новые откровения через учение Равина Керта. Шалом да благословит вас Бог, возлюбленные. Я Равин Керт Шнайдер. Это программа «Узнавая еврейского Иисуса». Это последний десятый эпизод со Святой Земли. В конце выпуска вы узнаете, как заказать всю серию. Сегодня мы отправимся с вами на гору Кармил, где Бог мощно явил себя в борьбе между Ильей, пророком Божиим, и лже-пророками Ваала. Я знаю, что вы сможете взять для себя что-то актуальное для вашей жизни из этого урока, потому что у нас в сердце всегда идет борьба. Мы каждый день принимаем самые разные решения. Вопрос состоит в том, кому вы выберете служить. Богу Израиля, единому истинному Богу, или склонитесь перед каким-то другим идолом. Возлюбленные. Бог любит вас, и сегодня Он сделает вас сильнее. Благословит вас Бог и шалом. Добро пожаловать в Израиль, на Святую Землю. Сегодня мы побываем на горе Кармил. Это одна из самых захватывающих историй в Слове Божьем. Мы посмотрим Третью книгу Царств, 18 главу, и увидим, что случилось на этой горе с Ильей, одним из основных пророков Израиля. Илья был одним из самых великих пророков Библии, одним из самых выдающихся, вообще, Мужей Божьих. И, кстати, когда Иисус был на так называемой горе преображения, на эту гору явились именно Илья и Моисей. Вы помните эту историю? Иисус взял с собой на гору троих своих учеников. И, взобравшись на вершину этой горы, Иисус вдруг преобразился. Он был весь залит светом. И кто туда явился? Моисей и Илья, двое главных героев еврейской Библии. Случай, который мы сегодня рассмотрим в Третьей книге Царств, 18 главе, один из самых запоминающихся в жизни Ильи. А вот что там произошло. В 17 стихе сказано, что когда Ахав... А кто такой Ахав? Он был царем Израиля. Когда Ахав женился на Иезавиле, она не была еврейкой. И она развратила Ахава, царя еврейского. Он удалился от уставов Бога Израиля. Он начал практиковать чужеземные религии, подстрекаемые Иезавилем. И вся страна в то время впала в идолопоклонство. Ахава познакомила с этими идолами Иезавилем. И он представил этих идолов детям Израиля. Это контекст данной истории. 17 стих говорит, когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, «Ты ли это смущающий Израиля?» Почему Ахав сказал, что Илья кого-то смущает? Потому что он призывал следовать истинному Богу, а не идолам. Эти двое стали врагами. Итак, Ахав говорит Илье, «Ты ли это смущающий Израиля?» Нечто подобное происходит сегодня в некоторых церквях, где люди, оставляя Божьи заповеди, следуют новым учениям. К примеру, мы видим, что некоторые деноминации сейчас рукополагают на служение гомосексуалистов. Однажды меня пригласили проповедовать в одну церковь, и пастор этой церкви устроил дебаты, будут они позволять абортовых по местной церкви или нет. При этом это была традиционная церковь, а не какая-то псевдопрогрессивная. Это обычная, деноминационная церковь, но она больше не стояла за праведность. Вместо того, чтобы проповедовать истину и приглашать проповедовать пророков праведности, которые скажут, что аборт — это убиение невинных детей, вместо этого они устраивают дебаты, где каждый имеет на этот счет свое мнение. Такие вещи происходили и в этой стране во времена Ильи. Они отступили от истины и не придерживались базовых моральных принципов. Всюду царствовала похоть. Илья думал, что остался только один во всей стране, кто стоит за истиной. Сегодня в церкви происходит то же самое. Голоса праведности минимизированы. Они стали маргинальными. Они в меньшинстве, а не в большинстве. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, «Ты ли это смущающий Израиля?» И сказал Илья, «Не я смущаю Израиля, а ты — дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалу». И идете вслед идолов, предали Бога, соблазнились. «Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил и 450 пророков Ваалов и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавеля». Все это были лжебожества, которым поклонялась сама Иезавель. Ваал и богиня Астарта, Илья сказал, «Приведи всех этих лжебророков на гору Кармил». «И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова. То есть Израиль принял откровение Божие, но поскольку царь Ахав ввел их в грех, они теперь сами не знали, во что верят. Они колебались. Кто их Бог? Бог Яхве или же Ваал и богиня Астарта? Поэтому Илья ставит вопрос ребром. «Вы должны решить сегодня, кому вы будете служить». И он продолжает. «Я один остался, пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его и положат на дрова. Но огня пусть не подкладывают. «А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего». Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. То есть он сказал, «Вы возложите тельца на алтарь Ваалу, а я возложу тельца на алтарь Богу моему Яхве, и мы воззовем вы к вашему Богу, а я к своему». И вы увидите, что Бог, который огнем поглотит жертву, тот и есть живой Бог. Тем самым он хотел сделать их очевидцами того, что только один Бог Израиля есть истинный живой Бог. Послушайте еще раз. «И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал, «Хорошо». И сказал Илья пророкам Вааловым, «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывается». И взяли Аня тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, «Ваале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил, «Кричите громким голосом, ибо он Бог». Может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге. А может быть, и спит, так он проснется. Он насмехался над ними. Позовите его громче. Может, он пошел на прогулку, а может, он вообще уснул. Так разбудите его. Или может, от вашего крика он вернется со своей прогулки. Таким образом, Илья подсмеивался над ними, и стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями. Кстати, это же происходило и в истории церкви. Люди считали, что если они будут бичевать себя и истязать свое плоть, то они тем самым заслужат милость Божию. И Бог обязательно им ответит. Вы знаете, о чем я говорю. Мы возвращаемся к нашей программе. Мы продолжаем. И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались. Удивительно подобранное слово. Именно так Илья решил описать действия пророков Ваалы. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илья сказал всему народу, «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень, жертвенник Бога Яхве. «И взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов Иакова». Бог дал Иакову имя Израиль, поэтому это двенадцать колен Израиля. «И взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов Иакова», которому Господь сказал так, «Израиль будет имя Твое». То есть Илья призывает народ вернуться к Богу. Они отступили от Бога. В Пале выдало поклонство. И теперь пророк Илья призывает их к чистому поклонению, призывает отречься от идолов. «И построил из сих камней жертвенник во имя Господа и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в две саты зерен». Для чего он это делает? Илья собирается залить свою жертву водой, и таким образом невозможно будет разжечь жертвенник огнем естественным образом. Он залил жертвенник водой. «И построил из сих камней жертвенник во имя Господа и сделал вокруг жертвенник ров вместимостью в две саты зерен и положил дрова и рассек тельца и возложил его на дрова и сказал, «Наполните четыре ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал, «Повторите». И они повторили. И сказал, «Сделайте тоже в третий раз». И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водой. Поскольку жертвенник был залит водой, он сделал невозможным без сверхъестественного Божьего вмешательства, схождение огня на жертву и поглощение ее огнем. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья Пророк и сказал, «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, Яхве, да познает народ сей, что Ты, Яхве, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, «Господь есть Бог, Яхве есть Бог». И сказал им Илья, «Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их, и отвел их Илья к потоку Кессону и заколол их там. Никто из них не выжил. Во-первых, нужно исключить такую вещь, как теплость. Израиль колебался между двумя мнениями. С одной стороны, они называли своим Богом, Бога Израиля, и считали себя его народом. Они признавали, что им дано Слово Божие, но в то же время их царь Ахав совратил их с пути и убедил их поклоняться идолам, которым поклонялась его жена Иезавель, идолам Ваалу и Астарте. То есть, они колебались между двумя мнениями. Интересно, сколько из нас именно так проживают свою жизнь? Любим Бога, поклоняемся Ему, приносим десятины, посещаем служения, но если посмотреть на наш образ жизни под увеличительным стеклом, мы будем подобны этим людям в Древнем Израиле. У нас два мнения. Мы живем двумя разными жизнями. Мы не просто в этом мире, мы к тому же являемся частью этого мира. Мы должны быть в мире, но не от мира. У каждого из нас в жизни есть сфера, где мы идем на компромисс с миром. Я думаю, что Дух Божий желает говорить сейчас к нам, чтобы показать нам, что есть сфера в нашей жизни, где мы должны принять решение. Он говорит, если я твой Бог, то оставь эти греховные вещи и выбери меня. Если я не Бог для тебя, если мировая система стала для тебя Богом, тогда уходи в мир. Но если ты хочешь, чтобы я был Богом в твоей жизни, тогда выбери сегодня, кому ты будешь служить. Мы часто возвращаемся к этому вопросу. На наших служениях мы часто обсуждаем, как мы можем идти на компромисс с миром. К примеру, наш лидер прославления сказал своей группе, «Я призываю вас заключить завет с Богом и пообещать им вообще не слушать мирскую музыку, но слушать только музыку поклонения, музыку, прославляющую Бога». Кто-то назовет это законничеством, но обычно эти обвинения бросают те, кто не желает жить для Господа. Их призывают к святости, а они называют это законничеством. Но это не законничество, это следование за Иисусом, чтобы Он мог беспрепятственно нас использовать. Это незаконничество. Я не говорю, что все призваны быть в таком завете с Богом, но интересно, как много из нас слушают музыку кантри. Что это за стиль музыки? В основном они поют о том, чтобы убить свою собаку, своего кота, получить развод и стать банкротом. Эта музыка не от Бога, но подумайте, возможно, в вашей жизни есть сфера связанная с музыкой, которую Бог призывает вас оставить. Дело не только в текстах песен. Музыка несет в себе дух музыканта. Я уже говорил кому-то здесь, что музыка несет за собой дух. Поэтому, когда мы были в центре мистического иудаизма, мы слушали музыку, записанную специально в шаббат с молитвами, и мы сильно переживали Бога. Они играют потрясающую музыку, прекрасные божественные песни. Я купил аудиодиск в этом центре, но оказалось, что на диске не было той песни. Все остальные песни не несли в себе дух Божий. А они напомнили мне песни религиозных сект в иудаизме. Я сам еврей, и я люблю иудаизм. Один конкретный исполнитель очень известен в Израиле. Но также он известен тем, что ведет аморальный образ жизни. Люди знают, что он ведет такую жизнь. Его песни были прекрасны. Он пел о святости. Однажды я сидел дома и включил его диск. Мне нравилась мелодика. Я душевно наслаждался песнями, которые слушал. Но той ночью мне снились всякие развратные сны. Лично я считаю, что случилось следующее. он живет во грехе. Его дух извращенный дух сошел на меня через его музыку от того, что я слушал его песни. Поэтому я прошу вас сегодня в том, что касается музыки. Примите решение, какому Богу вы служите. Может вам стоит перестать слушать музыку, которая отдаляет вас от общения со светом, от общения с Ишуа. Мы все делаем выбор в жизни, как мы будем следовать за Богом, чему мы позволим входить через врата наших глаз и наших ушей. Поэтому если вы смотрите что-то по телевидению, бывает, что дома нечем заняться, и вы хотите просто пассивно сидеть и что-то смотреть по телевизору. Мой к вам вопрос. Вы выбираете любить Иисуса при выборе того, что вы будете смотреть по телевизору. Мы каждый день принимаем решения. Каждый день мы делаем какой-то выбор. Возлюбленная, сегодня мы с вами находимся на горе Кармио. На горе, на которую сошел огонь и поглотил жертву, чтобы вернуть Израиль к искреннему служению своему Богу. этот огонь обращается сегодня и к нам. Подумайте, может, в вашей жизни есть сфера, в которой вам нужно вернуться к Богу Израиля, к Богу Отцу и Господу и Иисусу Христу, так же, как Израиль был призван вернуться к Нему на горе Кармио. Во имя Иисуса я высвобождаю силу на вашу жизнь. Дух Святой приходит в силе и когда Он приходит в силе, Он обличает во грехе. Обличение во грехе это дар от Святого Духа, потому что через обличение мы получаем возможность отвернуться от этого греха. И Бог обязательно благословит нас, когда мы примем определенное решение. Бог призывает нас на более глубокий уровень святости. Этот урок был усвоен народом Израиля на горе Кармил. Они осознали, что им нужно отвратиться от всякого ложного Бога, от идолов и вернуться к единому истинному Богу. И мы с вами должны каждый день делать этот выбор, подобный тому, как в свое время евреи сделали здесь, на этой горе. И вот мой вопрос к вам. Какому Богу вы будете служить? Если мир ваш Бог, служите миру, но если Иисус Бог, служите Иисусу, и вы будете благословлены каждый день вашей жизни. Шалом! Наша молитвенная группа собирается каждый понедельник, чтобы молиться отдельно о каждой нужде. Если у вас есть свидетельство того, как служение узнавая еврейского Иисуса изменило вашу жизнь, мы приглашаем вас рассказать вашу историю на нашем сайте в разделе свидетельства. Дорогой Равин, я хочу поблагодарить вас за вашего служителя, который недавно по телефону помолился за мою дочь. Ей предстояла серьезная операция. Она получила сверхъестественное исцеление и снова полна сил. Хотя она на диете употребляет только жидкости. Меня это так тронуло. Я молюсь о вас и о вашем служении. Пусть вас настигают Божьи благословения, когда вы делитесь с людьми по всему миру благодатью Божией. Мы рады, что вы сегодня с нами и мы хотели бы молиться о вас. Присылайте нам свои нужды по почте или через наш сайт. Адреса сайта указаны на экране. Мы приглашаем вас рассказать вашу историю на нашем сайте в разделе «Свидетельства». Также мы благодарим вас за молитвенную и финансовую поддержку. Поддерживая служение, узнавая с партнером Бога в строительстве Его Царства. «Свидетельства» так благословляй народ Израиля, провозглашай над ними. Яхве да благословит вас и да сохранит. И да презрит Яхве светлым лицом своим на вас, и да будет милостьев к вам, и да даст вам Яхве свой мир. Исайя вепна вей леха, вей асем леха, шалом. Бог Отец, да, продолжает непрестанно передавать вам себя Духом Своим во имя Иешуа, нашего Мессии. Он любит вас и всегда будет любить, да благословит вас Бог во имя Иисуса. Шалом. Вы смотрите эту программу сегодня и понимаете, что в вашем сердце что-то происходит. Вы чувствуете, что Бог что-то делает вашим сердцем, и вы даже не знаете, как на это реагировать. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус стучит в ваше сердце. Иисус говорит, «Се, стою у двери и стучу. Если отворишь мне, я войду, и мы будем жить вместе». Если вы хотите прямо сейчас пригласить Иисуса в ваше сердце, то все, что вам нужно сделать, это сказать. Иисус, пожалуйста, прости меня. Я грешник. Если вы молились сейчас этой молитвой, сообщите нам об этом. Шалом. Пусть Бог благословит вас. Спасибо за то, что смотрите нас. Как видите, я в Израиле, позади меня Елеонская гора и Иерусалим. И пока я был здесь, ко мне подходили многие люди и говорили, что видели меня по телевизору. Это были как верующие евреи, так и люди из других стран и даже неверующие. Они узнают меня, потому что смотрят нашу программу. Ваша финансовая поддержка делает это возможным. Ваши пожертвования нашему служению используются на благовестие в этой стране. Дорогие мои, Иисус вернется очень скоро. Если вы ощущаете, что Он стучится в ваше сердце, побуждая вас пожертвовать свои финансы, сделайте это немедленно, потому что Иисус скоро вернется и вознаградит вас за все ваши дары, отправленные на Его цели. Мы послы Господа Иисуса Христа. И нам нужно что-то делать, чтобы подготовить мир к Его возвращению, проповедуя Евангелие. Когда вы поддерживаете меня и это служение, то так вы участвуете в подготовке атмосферы для возвращения Господа Иисуса. Иисус сказал, что Он вернется, когда Евангелие будет проповедано до краев земли. Люди все больше и больше осознают, что сегодня нельзя ни на что положиться. Все вокруг нестабильно. Все системы рушатся. Правительства распадаются. Экономические системы рушатся. Рушатся также, к сожалению, и моральные устои. Единственная стабильная вещь – это наш Бог. Он – наша скала. И я прошу вас поддержать меня в проповеди Евангелия Иисуса Христа по всему миру. Возлюбленные, Иисус рассчитывает на нас с вами. Мы – Его уста. Помните, Иисус сказал, вы будете мне свидетелями до самого края земли. И я прошу вас поддержать меня и служение, узнавая еврейского Иисуса. Я хочу, чтобы вы знали, что ваша финансовая помощь очень важна. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните по номеру 777-7835 или отправьте смс со словом «Равин» на номер 4537-75. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания «Равина. Семена откровений». Смотрите полные выпуски на Ютьюбе. Загружайте учения «Равина» через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии.